Всем привет парни! Сегодня поговорим с вами о ИС-3 с механизмом заряжания, он же ИС-3 с маминой зарплаты, на ру-сервере это Сапсан, тяжелый танк из СССР с барабаном, будем детально разбирать его, хотел бы обновить просто видосик по этому танку, недавно играл и ощущения от него, скажу честно, довольно сильно изменились, поэтому будет интересно, присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. ИС-3 с механизмом заряжания это тяжелый танк СССР премиум восьмого уровня и машина в свое время очень даже огорчила сильно рандом до того, как ему ввели барабан обратной до зарядки, это был обычный цикличный тяжелый танк, который не отличался особым бронированием, крутым орудием и в общем был полным дном. Разрабы решили эту машину переделать, они в свое время добавили ему барабан обратной до зарядки, что было новым на тот момент в игре и довольно сильно этот танк начал гнуть, то есть многие блогеры его охвалили, он нравился и те игроки, которые купили обычный ИС-3 с механизмом заряжания, они соответственно этот барабан получили и очень сильно радовались. Но рандом развивался дальше и в какой-то момент эта машина перестала быть такой прям сильно опасной для противника, перестала быть актуальной. Конечно, есть большое количество танков, которые лучше, чем ИС-3 с механизмом заряжания, та же Шкода Т-56 и можно много чего перечислить, Ренегат, ну то есть много тяжелых танков, которые будут интереснее. Но все равно на нем играют, я и сам иногда поигрываю. И давайте разберемся, что в нем такого особенного, начнем конечно же с орудия. Пушка у нас видим 122 мм, 8 уровня, имеет базовое бронепробитие под калибером, то есть основной снаряд у нас подкол, 221 мм, альфа 390. Голдовый кумулятив пробивает 270 мм, и это уже неплохо на 8 уровне, то есть мы действительно можем перестреливаться с девятками и иногда с десятками при должных попаданиях, которые на этом танке, поверьте мне, случаться будут не часто. Об этом мы более детально поговорим, когда будем смотреть реплей. Итак, орудие сносное, у нас 3 снаряда, первый заряжается 18 секунд, второй 15 и третий 12. Как это работает? То есть мы выкатываемся на противника, выдаем ему 3 снаряда и заряжаемся как цикличный танк. Это очень круто, поверьте, если вы воюете в ближнем бою, особенно если вас забросило каким-то шестерком и вы фармите на подколах, то да, можно за короткий срок нанести 1200 как бы урона. Но не все так сладко, как говорится. Последнее время, я не знаю, может быть его подкрутили, но у меня он просто перестал попадать. При том, что видим, у меня обвес стоит как бы трофейный, экипаж тоже неплохой, но точность у танка как будто пропала, и это очень и очень неприятно. По орудию можно сказать, что пушка стандартный деструктор, неплохой пробой, плохие снаряды, я считаю подкалибры это не очень, были бы БББ, было бы намного лучше, потому что бронебойный имеет хорошую нормализацию, у него более уверенное пробитие. Подкол хоть и летает быстро, с этим проблем нет, действительно, снаряды быстрые, летают 1400 метров в секунду, и попадать по движущимся целям очень удобно. Разве что только с вертухи, потому что точность, друзья, здесь 0.46, разброс на 100 метров, сведение 3 секунды. Это, как вы понимаете, очень плохо. Я не буду танк ругать, не буду говорить, что он плохой, потому что найдутся игроки, которые играют на этих машинах, просто хочу высказать свое мнение. Видим, что в моей сборке у меня разброс 0.4 на 100 метров, сведение 2.8. С этим можно более-менее жить, если воткнуть сюда еще доп. паек будет еще получше, то есть там уже 0.38, 2.7. Но когда вы ставите доп. паек, вы сами прекрасно понимаете, что о фарме можно в принципе забыть, потому что коэффициент у этой машины не самый и самый хороший. По подвижности у нас вроде бы все неплохо, особенно с турбиной, как бы удельная мощность 11.8 лошадей на тонну, что не придает танку какой-то уверенности. Но максималка в 45, хоть и набирается неохотно, но набирается, поэтому с трофейной турбиной машина ездит неплохо. Можно, конечно, поменять турбину на закалку, но тогда танк будет жутко вязким и реализовывать его будет, друзья, еще сложнее. По бронированию поговорим с вами в коллижен. Давайте определимся по оборудованию. Я отметил для себя такой набор, досылатель сюда поставить нельзя, поскольку у нас магазин обратный до зарядки. Поэтому вентилятор, стабилизатор, потому что здесь стабилизации нет, ее вообще нет, ужасно косое орудие. И турбина для того, чтобы приезжать первым в позицию. Когда мы играем против танков нашего уровня или тем более уровнем ниже, приехав первым, вы сможете выдать первым три выстрела. А это важно, это плюс в статистику, плюс фарм. Поэтому как-то так. Так, перки экипажа все максимально просто, боевое братство, ремонт дальше по вкусу. Здесь секретов никаких нет. Полевую модернизацию, друзья, я выставил таким образом. Первое это вездеходная ходовая, второе отстройка параллакса и третье звукоизоляция. Можете попробовать подстроить под себя. Слот я выбрал под огневую мощь, но учитывая, что оборудование трофейное, это смысла никакого, друзья, не имеет. Поэтому давайте сейчас переедем в коллижен, поговорим о бронировании, а дальше уже посмотрим бой. Поехали в коллижен. Коллижен модель, друзья, этого танка выглядит таким образом. Видим, что у нас щучий нос имеет неплохое, в принципе, бронирование. То есть от 190 до 220. С этим можно жить, если мансовать. Мы можем отбивать снаряды, у танка бронирование неплохое. Но, друзья, оно точно не такое, как у ИСа третьего, обычного из ветки прокачки. И с этим придется считаться. То есть, если мы доворачиваем к противнику, мы сразу открываем ему уязвимую зону и вас будут в корпус пробивать. Он способен отбить, это правда, но надеяться на постоянку, что вы там будете танковать все на свете, точно нет. НЛДшка неплохая. То есть, 212 с восьмерками что-то способно отбить. Но, учитывая, как развивается наш рандом и как танки прогрессируют в плане орудий, и учитывая, что большинство стреляет голдой, надеяться также не стоит. Башня у нас литая советская, очень хорошая. То есть, пробить его в башню действительно практически нереально. Но на бронирование прям рассчитывать я бы не стал. Единственный момент, это играть в городских картах от борта можно. Борт здесь очень хороший, он с фальшбортом и способен отбивать. Поэтому бронирование имеется, оно не рекордное. Учитывая, что танк в рандоме не новый, и его все прекрасно знают, вас пробивать будут часто и пробивать будут 90% случаев. Поэтому, если вы хотите себе заиметь тяжелый танк именно этот, имейте в виду, что отбивать все подряд он не будет. Да, он будет отбивать какую-то часть снарядов, прощать ошибки, но имейте это в виду. Поэтому, друзья, с коллижен разобрались. Давайте теперь посмотрим бой, который я настрелял, и поговорим о его точности в целом. Поехали в бой. Забросило нас, друзья, на карту «Затерянный город». Бой с девятыми уровнями. У них довольно плотные девятки, то есть Tiger Mouse, Объект 752, Хори. То есть вы видите, что машины далеко не простые. И, конечно, надо ехать в город непосредственно, что в целом я и планирую делать. Других вариантов здесь нет. Видите, что у меня по боекомплекту большое количество кумулей? Именно так. Потому что довольно часто встречаются цели, которые ваш подкалибер не способен пробить. И приходится стрелять кумулями. Да. Но можно, конечно, играть и на подколах. Никто не запрещает. Танк-фармер, если вы играете с прем-аккаунтом, он способен неплохо так фармить. Но чаще всего кумули нужны. Я себе смог на нем набить две отметки. В третью не стал уже пытаться. Две взялись без проблем, легко. То есть он действительно способен держать нормальный средний урон. Все зависит от боев, которые вас забросят. Ну и карты, конечно же. Потому что это главная проблема советских танков. Здесь мы едем первым и видим, что с ракет он набирает легко и уверенно. Третий снаряд уже догружается. И сейчас будем стрелять. Дистанция, что важно, скажу авансом, до противника будет небольшая. Но точность, то, как будут лететь снаряды, я не буду лукавить, если скажу, что в этом бою прям сильно подгорел. Появляется КВ-4. Я полностью свожусь. Все зеленое в прицеле. То есть я понимаю, да, что маска у него неплохая. Но 270, зеленый как бы индикатор. И имеем то, что имеем. Видим, что противники здесь начинают постепенно подставляться. Под таким углом я прекрасно понимал, что шанс пробить Тайгер Мауса маленький. Но я все же рискнул. Отбили мы один снаряд от Чеха. То есть видим, что бронирование у нас в таких случаях имеется. Он попал, скорее всего, в маску. А, соответственно, в маску нас пробить довольно тяжело. 102 метра до противника. Здесь 96. И вот такие снаряды тоже, бывает, залетают. Но не надо думать, что так будет постоянно. Поэтому еще один залетел. Плюс. Смотрите, как играть на этой машине. Все зависит от карты. Вы вообще танк как бы прорыва. И это нужно держать в голове. Если вы находитесь в топе списка, то вам необходимо ехать и атаковать противника. Пробовал забросить в лючок. Но парень мансует, понимает, как играть. Такие тоже игроки бывают. Здесь надо давать Чеху в каток. Но добирают и без моей помощи. Два выстрела результативных у нас есть. Видим, в маску ушел просто вниз. Разброс такой себе. Так вот. Мы танк прорыва. Наша задача наносить урон и разменивать ХП. Это важно, друзья. Многие игроки не понимают, что нужно делать в этой игре. Ваша главная задача – это разменивать ваши очки прочности. И учитывая, что вы тяжелый танк, вы танк первой линии. Вам необходимо это иметь в виду. У вас далеко не снайперское орудие. Поэтому стоять в кустах – это точно не про эту машину. Ваша главная задача – поехать, нанести урон, отдать свои ХП и отдать их максимально выгодно для команды. То есть не бесплатно отдаваться, наносить урон, не бояться его наносить. Танк, как видим, способен наносить урон. Да, не каждым выстрелом, да, точностью. Как сами, вот вам пример точности этой машины. На хорошем экипаже, с хорошим оборудованием. Но и такое бывает. Танкуем КВ-4 фугаса. Вот на третий снаряд залетает. Еще 100 урона в копилке. И видите, какой разброс? Неприятный. То есть эта машина, она может вас как радовать, так и в то же время сразу же огорчать. Бывает залетает с первого выстрела, а бывает 3-4 не залетает вообще. Подъехала Шкода Т-56. Он, кстати, на голде, обратите внимание. Но в маску, конечно, он нас голдой не пробьет. Здесь я ему даю просто в моторный отсек. Он так подставился, как-то глупо. Подъехал. Полторушка урона уже в копилке. И видим, что на дистанции 100 метров мы не способны пробивать каждым выстрелом. Хотя бывает вот то, что и залетает. Все зависит от рандома. Этот танк – это реальный ВБР. И с этим вы ничего не поделаете. Даже если воткнуть в него боновое оборудование, поверьте, друзья, я пытался, лучше не станет. То есть все будет зависеть от того, благосклонен к вам рандом или нет. В остальном, по моим ощущениям, раньше машина была точнее. И я не понимаю. Возможно, какой-то скрытый параметр разработчики подкрутили. Утверждать не стану. Но, как я чувствую, раньше было как-то с ним получше. Возможно, это из-за того, что я давненько в танки не играл в большом количестве. Но все-таки я думаю, что в какой-то степени могли его немного подспустить. Потому что танк реально был очень сильным противником. А сейчас, когда залетает далеко не каждый снаряд, вот видим, шишка зеленым светится. Нужно попробовать забросить. Здесь немножко мне мешает союзник. Пробую дать. Пробивается кумулятивом без проблем. То есть еще один из главных минусов – это маленький жутко боекомплект. Я после этого боя, кстати, друзья, фугасы выгрузил полностью. Они перестали быть нужны. Потому что, действительно, три снаряда отдавать под фугасы не очень приятно. Видим, что 2500 урона у нас уже есть. Я здесь хотел проехать поближе к XM-66, но союзник не особо мне позволял это сделать на Крайслере. Здесь еще так Шкода трупом стало неудобно. Поэтому, друзья, какие выводы можно сделать по этой машине? Танк я не могу назвать плохим. У него есть довольно неплохие характеристики, за исключением точности орудия. Точность орудия, как я уже много раз сказал за сегодня, это рандом. Это полнейший рандом. И оно может как залетать, так и может не залетать. И с этим придется мириться. Как фармер на постоянку, да, он способен фармить на базовых снарядах. Пробой здесь неплохой. То есть я же говорю, пробитие в 221 мм, оно способно пробивать танки в упор. Но из-за того, что здесь под калибр, могут быть реально проблемы в плане реализации. Потому что в большом количестве боев, а я на нем отыграл достаточно боев, чтобы судить, у вас будут проблемы с тем, как нанести урон. Потому что под калибр это убийство гусениц, непонятные экраны. То есть вот с этим всем вам придется мириться. Потому что, как по мне, сугубо мое мнение, никому его не навязываю, это снаряды подкалиберные, одни из худших в игре. Да, они имеют свои преимущества, такие как скорость полета, но в плане реализации могли бы сделать разработчики ему и ББ. Я не думаю, что эта машина стала бы гнуть, если бы у него были бронебойные из 221. Сделайте 219, но бронебойные. Танк бы заиграл другими красками. Потому что бывает большое количество боев, где просто снаряд, где ты должен 100% пробить, по каким-то неизвестным мне причинам уходит никуда. В остальном, машина это классический советский танк, который имеет хороший дамаг потенциал, но при должных условиях, которые должны, друзья, совпасть. Здесь я подставился под артиллерию, можно было сыграть с Ивови, но имеем то, что имеем. Поэтому такой вот получился ролик. Если согласны, друзья, палец вверх, подписка, пишите обязательно ваше мнение в комментариях. Результаты боя сейчас перед вами. Если вы абсолютно согласны, напишите. Буду рад с вами пообщаться в комментариях. Поэтому всем удачи и спасибо, что смотрели. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова